Драгоценные камни Нового Иерусалима. Продолжаем изучать. О камне Изумруд и Тапаз мы разобрали. Видео выставлены, как первая и вторая часть. Сегодня у нас третья часть. Будем разбирать камень Рубин, Сапфир, так как эти два камня часто вместе встречаются в местописании. Ну и дальше, если у нас время хватит, следующие камни. Что о них описано нам в Библии. Что Бог хочет показать нам или рассказать нам, открыть нам о себе и о нас, и о Вселенной. Как мы уже говорили, что каждый камень, когда проникает через него чистый свет, то эти камни, которые указаны в Священном Писании, они отражают узоры. И каждый камень разные узоры отражает, разные цвета. И встречается в местах из Писания Иова, 28 глава, 18-21 стих. С 18 по 21. Читаем. «О кораллах и жемчуге, и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше Рубинов, и не равняется с ней топаз Ефиопский, чистым золотом не оценивается она, откуда же исходит премудрость, и где место разума. Приобретение премудрости выше Рубинов. Значит, премудрость с небес, она драгоценнее всех камней. Исаия 54, 11. «Бедная, бросаемая бурью, безутешная, вот я положу камни твои на Рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из Рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобою арамияне. За товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми, и вессонами, и кораллами, и рубинами». То есть здесь мы видим, что это драгоценные камни, рубин – драгоценный камень, за которые покупались товары. Камень-сапфир, синего цвета, прозрачный, описанном в местах из Писания. Исход 24, 9-10. «Потом взошел Моисей и Аарон, надав, и Авиуд, и семьдесят, и старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. «Взошел Моисей и Аарон, надав, и Авиуд, и семьдесят, и старейшин Израилевых». Итак, запоминаем, что взошел не только Моисей и Аарон, а еще надав, и Авиуд, и семьдесят, и старейшин Израилевых. «И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира». Итак, они видели Бога явление, они видели Бога, «И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Итак, сапфир здесь описан как небо подобное работе из чистого сапфира. То есть чистый сапфир, он как небо ясное. Видите, какой образ, да? Красивый. Сапфир описан нам в языке Ле 10.1. «И видел я, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо, было над ними». И то есть похоже на престол, видимо, было над ними, над херувимами. Над херувимами. И это всё как бы камень сапфир. Образ. Сапфир – синий прозрачный камень. То есть мы сейчас сказали, что это подобие чистого сапфира, как самое небо ясное. То есть когда увидели Моисей видение Бога Израилева, то под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как бы самое небо ясное. А здесь над головами херувимов как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. То есть это, когда мы читаем сапфир, мы понимаем, что это престол. А престол, камень этот, он синего цвета, как самое небо. И дальше, смотрите, следующее местописание. 1.26 из Экииля. «И над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». Это Иисус. Это об Иисусе. Иисус, Он на престоле, который по виду как сапфир, голубой, как самое небо ясное. То есть этот камень голубой. И он здесь не описан голубой, а тут описан как самое небо ясное. А камень этот голубой сапфир. И прозрачный. И сразу вспоминается местописание. Исайя 66.1. «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля под ноженок моих. Где же построите вы мне дом для меня? И где место покоя моего?» То есть где мы построим дом, жилище для Бога? Где бы он мог успокоиться? Это храм его. Это храм его, дом его, жилище его. Храм, обитель его. Это мы храм Духа Святого. Мы эти храмы. Мы эти дома для Бога. Мы этот дом, вернее, для Бога. Из камней живых устрояемый. И только там он успокоится. Только внутри нас он успокоится. А сейчас он еще беспокоится. У него еще нет этого покоя. Он еще в этой борьбе. Он еще не успокоился. Ему нужно в нас пребывать, во святом святых. И там успокоиться. И в книге «Откровение» о престоле описано. Откровение 4, 2, 3. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду». То есть что мы здесь можем еще откопать? Можно. Значит, тоже на престоле сидящий. И подобен камню Яспису и Сардису. И радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду, то есть изумруду, то есть зеленого цвета. И написано «Земля, подножье, ног его, а здесь, смотрите, радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду». То есть это как завет, завет с народом его, который на земле, который от земли взятый. То есть этот зеленый цвет, он как бы указывает нам на землю, да? И вот тут радуга – это как раз завет. Как раз мы дальше будем это изучать, ну, рассматривать. Вот такой вид престола, как бы камня сапфира. И в псалмах нам тоже красиво, да? Описано, описан престол Божий. В Исаии 66 «Небо – престол мой, а земля – подножье ног моих». Удивительно, как через пророков в разное время один и тот же Божий Дух, Бог говорит, как несколько свидетелей. И мы можем четко сказать, что престол Божий по виду как бы из камня сапфира. То есть это синий, это небо, престол Божий – небо. И земля – подножье ног моих. То есть это завет с народом, взятым из земли, да? Завет Божий, который сияет, как радуга, видом подобное Смарагду. Удивительная картина. И я думаю, в полноте, конечно, когда нам это откроется, это такая красота. И далее «Плач Еремеи». «Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше корала, вид их был, как сапфир». Здесь мы видим описание князей, то есть Божьего народа, да? Они были как сапфир. То есть они были чистые, как небо ясное. Интересное сравнение. Бог нам, и чтобы нам было глубже открыто, Он сравнивает это с драгоценными камнями. Это то, что дорого, то, что является драгоценностью. Далее. Исаия 54, 5-17. Здесь мы о рубине как раз захватим и о сапфире. «Ибо твой творец есть супруг твой. Господь Саваоф имя его и искупитель твой, святый Израилев, богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит искупитель твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Это слово «не укорять» не обличать тебя. «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурью, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих, и ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Здесь Господь говорит своему народу, своей невесте, своей жене. Говорится о жене, и в конце, смотрите, это есть наследие рабов Господа. Жена его это рабы Господа. Ну и как же он здесь описывает свою любовь? Он открывает здесь себя, он открывает свой характер, свою любовь, свою мечту, свои желания, свои обещания, свои планы. Он открывает, чтобы укрепить ту, которая на земле, которая не видя верует, и он укрепляет, Господь укрепляет. Он подкрепляет веру, надежду и любовь. А самое главное, он открывает себя, какой он. И он говорит, «Ибо твой творец есть супруг твой, Господь Саваов имя его, искупитель твой, святый Израилев, Богом всей земли назовется он». Значит, он еще не называется. Здесь еще не называют его все, да, Богом. Здесь на земле есть, которые называют Богом Сатану, противника его. И как он здесь красиво говорит, «Я твой творец», то есть «Я сотворил тебя, и я есть твой супруг». И говорит свое имя, Господь Саваов. И говорит, «Я твой Господь, Господь Саваов, искупитель твой, святый Израилев». И здесь раскрывается его в именах, его характер. То есть Господь Саваов, и здесь мы читаем, что он воюет, он ведет войну, он борется, и он победит. Он победит и получит свою жену, свою супругу. Искупитель, он искупитель, он тот, который искупил народ свой, невесту свою. Он умер на кресте. Он явил свою любовь. Он агнец, закланный от создания мира. Он умер за свой народ, за свою супругу, чтобы купить ее себе навсегда. Искупить, купить, выкупить от рабства греха. Святый Израилев, святой Бог, совершенный Бог, святой, и он освящает и осветит. И он будет Богом всей земли. И назовется он Богом всей земли. И дальше описывается с такой любовью, описывается о жене, как он говорит о ней, с какой любовью. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. То есть на малое время. То есть вот эта земная жизнь, это совершенно малое время по сравнению с вечностью. Здесь много можно увидеть образов. И оставил на время, когда Иисус вознесся на облаке и невеста его супруга осталась на земле. И сердце каждого. Бывает, что такое у тебя ощущение, как будто Господь не слышит тебя, как будто оставил тебя. и тоже он так говорит на короткое время. На короткое время. Это как испытать веру. Это как показать всем, чтобы все видели, какая ты невеста. То есть какой ты раб. Какая ты невеста. Чей ты раб? Чья ты невеста? На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. Видите, великою милостью. В жару гнева я сокрыла тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит искупитель твой Господь. Он любит миловать. Милость его превозносится над судом. Мы видим, что здесь он гневается, что он имеет такую черту характера гневаться, ревновать, скрывать лицо свое на время. На время. Если мы рассмотрим то мы можем увидеть такую искренность. Он нам хочет открыть себя, открыть свою любовь, открыть свою вечную милость, открыть себя как искупителя. И говорит «Ибо это для меня как воды Ноя». Он показывает, что он как обещал, так и будет. «Я вечную милостью помилую тебя», говорит искупитель твой Господь. «Ибо это для меня как воды Ноя». «Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Посмотрите. Мы должны посмотреть на небо, увидеть эту радугу, вспомнить этот завет, вспомнить обещание Бога. И он здесь говорит «Вот посмотрите, вот я обещал, и нет больше потопа, и не будет, я поклялся, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Вы понимаете, как потопа нет, так он и не будет гневаться и обличать, укорять невесту свою. Он не будет горы сдвинуться и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Вот завет. Он обещает. Посмотрите, он никаких условий не ставит. Если ты будешь вот так, вот так себя вести, или если ты то-то сделаешь. Нет, он говорит, я помилую. Он только хочет открыться. Нам нужно увидеть, нам нужно разуметь, понять, получить откровение о нем, о том, какой он и как он любит. И он говорит, я не буду гневаться и укорять тебя. И он это как завет дает. как обещание, клятву. Он не будет гневаться. И мы знаем, почему здесь стоит искупитель. Потому что весь гнев пал на Сына Божьего. Он взял весь гнев на себя Бог. Удивительная мудрость. И он здесь хочет открыть себя искупитель, что он искупитель. Он творец, супруг, искупитель, святый Израилева. Святый Израилев. Даже здесь смотрите, такое ощущение, что процесс тут как будто виден. Он творец, то есть сотворил. Господь Саваоф воюет, борется за свою жену, искупил, то есть он искупитель, и святый Израилев делает ее святой. И все это в нем. Все через него и для него. Нам нужно увидеть и поверить, поверить, что он не гневается и не укоряет нас, рабов своих. Кто рабы его? Кто супруга его? Кто жена его? Народ его? Рабы его? Слуги его? Раб и слуга это одно слово. Как красиво он говорит. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Ты только верь, ты только верь, храни это, храни слова эти, храни его, Господа в сердце, да? А милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется. То есть это завет мира, он примирил собою мир через искупителя, сына Божьего, Господа нашего, супруга, Творца. Итак, завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебя Господь. Как будто подписался. Все, это я Господь сказал, как печать, печать завета. Так говорит Господь, говорит, милующий тебя, что милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется. Все, ты в завете, ты супруг, супруга, народ Божий, жена Господа. Вот завет, что милость его не отступит от нас. Здесь не написано, что если ты будешь вот так жить, нет, здесь сказано, что милость моя не отступит от тебя. Это он так решил, и он подписался, говорит милующий тебя Господь. И вот дальше бедная, бросаемая бурью, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из камней. Вот если смотришь, сразу в глаза бросается, что это о новом Иерусалиме. Там же ворота с жемчужин, и драгоценные камни в основании. А это он говорит супруге своей. Значит, супруга и новый Иерусалим, написано, как приготовила себя, как невеста, да, можно даже так предположить, он невесту свою освещает, как фует, ярче, чтобы так отражало Господа, все сияние и славу Его, так блистало, как полная победа. Для Господа такое ощущение, что Он пересотворит или сотворит в нас образ, который был потерян через Адама, образ Божий. И вот этот процесс, он обещает, что он это сделает. И это драгоценность, это как камни драгоценные, это как камень драгоценный. И вот в оригинале слово бедная означает угнетенный, униженный, бедный, нищий, страждущий, убогий, несчастный, смиренный, кроткий. Такое ощущение, что бедная, ты была угнетенная, ты была униженная, ты была бедная, ты была нищая, ты была страждущая, ты была убогая, несчастная, стала смирённая, кроткая, бросаемая бурью безутешная. Вот я положу камни. В оригинале стоит камень, гиря вес. То есть положу камень твой. А здесь написано, камни твои на рубине. А в оригинале не стоит рубине. В оригинале стоит, вот я положу камень, особо крепкий камень. И здесь вообще нет рубина. Здесь даже чёрный стоит слово. Чёрная краска там означает. То есть здесь как обещание, что я положу камень, крепкий камень. А кто у нас крепкий камень, образ? Господь, краеугольный камень, крепкий камень. Вот я, говорит, положу камень, крепкий камень, и сделаю основание твоё из сапфиров. Сапфир в оригинале, да. А дальше мы можем увидеть, что сапфир – там образ Господа. И вот он говорит, я положу камень, или даже вот так, я положу камень на крепкий камень. То есть тебя, как камень, положу на крепкий камень, да, как на основание, да, и сделаю основание твоё из сапфиров, и сделаю окна, а в оригинале стоит солнце, и сделаю окна твои из рубинов. Такое ощущение, что солнце воссияет, да, и это будет образ, как окна небесные, да, нам написано же, окна небесные откроются. То есть это как излитие Бога происходит, да, и это будет очень драгоценное. И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин. То есть он как бы невесту здесь украшает драгоценными камнями. То есть получается, как она, как драгоценные камни. И видите, тут солнце, то есть как чистый свет через неё, да, чистый свет. И вот так и хочется опять прочитать про Новый Иерусалим в книге Откровения, да, и что невеста блистающая, как заря, и Новый Иерусалим, украшенная, как невеста, приготовленная для мужа своего. В книге Откровения мы читаем в Филадельфийской церкви, что имя Бога и имя Града Нового Иерусалима будет написано на ней. То есть это как имя, фамилия, да, супруга. И вот когда мы смотрим на этот Новый Иерусалим небесный, ну, духовно, да, то мы можем понять, что это за... Ну, начинаем понимать, что за драгоценные камни там, что они нам, какую весть несут, да, почему именно описано это для нас именно так. Потому что всё слово Бога духовновенно. И дай нам мудрости понять ещё больше, да, потому что это очень интересно. Господь, как говорит тоже нам в Писании, слава Бога облекать всё в тайны, а слава царей их разгадывать, то есть открывать, да, открывать славу Божью. И так сделаю окна, то есть солнце, ну, как бы солнце будет в окнах, в окне, в окнах, да, которые открываются, да, небесные окна, как в Писании нам. Какой-то вот образ такой рисуется, вот именно солнце, свет, и вот окна из рубинов, ворота из жемчужин. Как красота! И всю ограду, ограда в оригинале, гора, граница, предел, конец, край, территория, область, страна. То есть Новый Иерусалим, он стоит на горе, на Сионе. Граница, предел, край, территория, область, страна. Это небесная территория, да? И это как бы конец, конец пути нашего земного, но начало вечной жизни, да, вечности с Господом, жить близко с Ним, потому что Он будет, как солнце в этом Новом Иерусалиме. Ну, то есть солнце не видно было там, да, потому что так сияет Господь таким чистым светом, что солнца даже не видно. И Он там, самое драгоценное, что может быть, это Господь в этом городе будет со своей невестой в этом Новом Иерусалиме. И вот это как вот этот свет, как солнце. И Он говорит, сделаю, и сделаю. Видите, важно здесь увидеть, что Он это сделает, что окна твои из рубинов, то есть будут отражать красоту, ворота твои из жемчужин. Посмотрите, Он здесь говорит о невесте, а в Новом Иерусалиме двенадцать ворот, двенадцать жемчужин, двенадцать апостолов. То есть это о людях говорится, о драгоценностях небесных. И всю ограду твою из драгоценных камней. А в оригинале слово драгоценных, смотрите, что стоит. Желание, хотение, удовольствие, воля. То есть для Него это желание, это Его хотение, это Его удовольствие, это Его воля, это Его удовольствие. И сделаю. Вот Он сделает. Он сделает вот такой Свою супругу. И это Его желание, хотение, удовольствие и воля Его. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, то есть даже от ужаса тебе бояться нечего, ибо Он не приблизится к тебе. Такое ощущение, что это запечатление супруги и дальше продолжение на земле. Будет и ужас, будут суды, но ужас не приблизится к тебе. То есть Он не овладеет тобой. Вот будут вооружаться против тебя, но не от Меня, кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вспоминается Илья, когда он убежал и до Изавели приходили пятидесятники и огонь с неба сходил. То есть приходили схватить его пятьдесят военных, чтобы схватить его. Огонь с неба сходил. Опять нам образ Духа Иллида пред пришествием Иисуса Христа, пред вторым пришествием Иисуса Христа Господа. Он говорит, будут вооружаться против тебя. Значит, это еще продолжение. Это на земле. Это еще на земле. То есть брак произошел, запечатление произошло. Вот он, Новый Иерусалим, описанном. Невеста отражает драгоценность Бога в себе. Аминь. Она драгоценный, драгоценный товар. Она драгоценная, очень драгоценная в глазах неба. Все, запечатление. И дальше. Ты будешь уже далека от угнетения. То есть ты уже не... У тебя будет в сердце мир. Я садилую, да? Милость моя не отступит от тебя, да? То есть и здесь будешь далека от угнетения. Ибо тебе бояться нечего. Все. Любовь изгоняет всякий страх. То есть это настолько любовь, настолько единение с Богом, что никакого страха ни перед каким ужасом. И ужас не приблизится. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления. То есть будет все истреблено. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это кто говорит? Это говорит Бог. Он подписался. Так будет. И это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Итак, невеста, супруга, это рабы Господа. Это рабы Господа. Все рабы Господа это его супруга. И верный остаток. 144 тысяч. Его супруга. Мы когда разбирали Иова, хорошо нам тогда открыть про рабов, потому что он говорит раб мой Иов. Раб мой Иов. Итак, в каждое время, в каждый период времени был верный остаток. И в наше время верный остаток это 144 тысячи, которые на горе Сионе. Со своим супругом на горе Сионе, в Новом Иерусалиме, прописка их. Имя Бога и имя града Нового Иерусалима на них. Итак, мы видим наши ключевые слова сапфир и рубин. И как глубоко нам Господь открывает красоту Божьего характера, красоту Его любви, красоту Его глубины, красоту Его тайны, которую Он с радостью открывает рабам Своим. Он открывает себя. Он открывает мечту Свою. Он открывает будущность и надежду. Осия 2, 19-20 стих. «И обручу Тебя мне навек, и обручу Тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа». То есть происходит сейчас обручение, познание Господа, обручение, запечатление. Вот это в верности слово означает, ну, в оригинале стоит верность, надежность, непоколебимость, стойкость, честность, правдивость. То есть теперь прочитаем еще раз. «И обручу Тебя мне навек, и обручу Тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности, в надежности, непоколебимости, стойкости, честности, правдивости, и Ты познаешь Господа». Вот такая она драгоценность. Вы понимаете, драгоценность – это сияние черт его характера. И узоры – это жизненные пути, познания Господа, прекрасные узоры. И все это сквозь эти драгоценности сияния чистого света. Через сияние чистого света. Вот и показывает нам свет лица его. Кто пред лицом его ходит, становится прозрачным, как будто его нет. Вот драгоценный камень, он драгоценный, красивый, но как будто его нет, он отливает свет. Свет Иисуса. Он сквозь этот камень проходит свет, то есть Иисус, виден Иисус, его грани, его прекрасные образы, богоявления. И в то же время этот камень очень красивый. И узоры. То есть есть в этом камне отпечаток вот этой великой борьбы, вот этой борьбы нашей каждодневной жизни. как мы втайне боремся, как мы желаем Господа, как мы желаем преобразиться и как мы утешаемся, когда Он говорит, я это сделаю. Я это сделаю. То есть я на малое время оставил тебе. Вот это малое время остаться верным Ему. Малое время помнить о Нем, думать о Нем, верить, что сказал Бог, то исполнит. И как раз это и есть шлифование и сияние. Аминь. И гравирование имени. А еще красиво, что Он эти драгоценности носит на груди сейчас. Мы у Него на груди, как у первого священника. Все эти драгоценные камни, которые мы сейчас изучаем, они на Его груди. Весь народ Его, рабы Его, они на груди Его. Интересно вспоминается про богача и Лазаря. Помните притчу? Что Лазарь на груди Авраама, да? На лону. Ну, это как грудь. Интересно. Авраам тоже в свое время он был верным остатком, да? Тоже был священником. Тоже здесь интересный образ, да? Для размышления. Итак, он говорит, я обручу тебя мне навек. И везде смотрите, он говорит, я обручу тебя. Я сделаю. Я помилую. Я твой искупитель. И ты познаешь Господа. Ты познаешь, какой я. То есть, мы узнаем о Нем. Мы узнаем о Нем. Это как влечет он к себе. Вера, движимая любовью. То есть, это отношения с Богом. Это близкие отношения с Богом. И он говорит, я обручу тебя в верности, надежности, непоколебимости, стойкости, честности, правдивости. Это обручение. Вот оно, обручение. То есть, я обручу тебя, ты вот такая будешь. Ты будешь верная, надежная, непоколебимая, стойкая, честная, правдивая. то есть невеста Христа, народ его, будет честный, правдивый, надежный, верный, стойкий, непоколебимый, и ты познаешь Господа. То есть вот это обручение, а далее ты познаешь его, ты познаешь супруга своего. Исайя 52, 1, 5. Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи шеи твоей, пленная дочь Сиона, ибо так говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Восстань, восстань, облекись в силу твоей, Сион. То есть он как провозглашает, он сказал и сделалось, он повелел и явилась, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый. То есть он сказал, значит ты облекаешься, аминь, в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый. А Новый Иерусалим описан украшенный как невеста, то есть как яркие одежды, все в камнях, все блистает, все отражает Христа, самая огромная драгоценность во всей вселенной, огромное сияние, украшение небес, город Иерусалим, в котором сам Христос. И уже не будет больше входить в тебя необрезанный и нечистый, то есть и утрет Господь всякую слезу, не будет больше беззакония, не будет нечистого, не будет беззакония. Будут прописаны заповеди Божьи, отряси себя прах, встань плен на Иерусалим. Помните, мы говорили про Иова, что то, что с ним случилось, вот эти потери, это был плен, это плен пленения, то есть я оставил тебя на время, это как вот плен пленения. А далее про Иова что там говорилось? Для чего? Для того, чтобы его возвысить, возвысить, сделать тяжелым, сделать драгоценным товаром, то есть не как товар, чтобы продавать, да, а как товар, который ты купил, то есть и он для тебя не товар, это твое, то есть ты уже не будешь торговать этим, но ты купил как товар, да, потому что ни за что были вы проданы, ни за что, обманом, просто обманом, даже ничто не платилось за тебя, тебя никто не продал бы, да, просто обманом и без серебра будете выкоплены. Искупитель Иисус кровью своею выкупил. Итак, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. То есть это говорится про остаток Божий, это говорится про невесту. Мы разбирали, да, изумруд, образ Сиона. Отряси с себя прах, встань, пленный, сними цепи с шеи твоей, ибо так говорит Господь, ни за что были вы проданы и без серебра будете выкуплены. Итак, облекись в силу. Он повелевает, облекись в силу. Посмотрите, он, когда творил все, сказал и сделалось, да, повелел и явилось. А человек по-другому сотворен, по-другому. Здесь нужен отклик, вера, и он открывается. Потому что вера, когда видит физически, это не вера. Вера – это когда видишь ты невидимое, уверенность невидимым, и имеешь доказательства внутри себя о невидимом. Аминь? Вот это вера. Вот это ищет Бог. Найду ли я веру, когда приду? Говорит Господь тогда. Приду, найду ли я веру? То есть еще ее искать надо, разглядывать. И когда мы изучали Иова, мы поняли, после пленения, что произошло с ним? Да, Господь еще его благословил вдвойне. Освобождение произошло. Еще он благословил его. Возвышение. Он стал тяжелым. В нем, ну, тяжесть – это вот Элохим в нем. И он увидел Иисуса своими глазами. А написано нам, что когда мы увидим его, станем как он. Исайя 60, 15. «Вместо того, чтобы ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов». Радости сделает. И вот Иова, 42, 10. «Возвратил Господь потерю, плен, пленение Иова, когда он помолился за друзей своих и дал, то есть увеличивать, прибавлять, и дал Господь совершенство, превосходный или прекрасный товар Иову вдвойне. Иову вдвое». «Вдвое» – это слово означает «другой», «меняться». «Больше того, что он имел прежде». То есть после пленения он стал совершенный, превосходный, прекрасный товар. Вот такие слова там стоят. То есть он драгоценный. Он стал другой. Он поменялся после плена и пленения. И это дал ему Бог. Он увеличил. Бог увеличил. То есть Бог это дал ему. Где? В плену. Вот в этой потере. И дальше прочитаем Иова, 11 стих. «Тогда пришли к нему все совершенствовать братья его, и все совершенствовать сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили». То есть колебаться, качаться, шататься, бесцельно бродить, скитаться, качать головой в знак сострадания, сожаления или сетывания. Оплакивать и сожалеть. То есть они приходили и сожалели. Они сожалели, оплакивали вместе с ним. И утешали. А слово здесь стоит – каяться. То есть и каялись. Они каялись. Все братья, сестры и знакомые. Когда они увидели Иова, другого, они каялись. Они сожалели о том, что они все от него отвернулись. Утешали за все зло. Его за все зло, которое Господь навел на него. Но смотрите, мы же знаем, что не Господь навел на него, да? В оригинале стоит «впускать» слово. То есть он впустил, допустил. По причине, дальше мы смотрим, поднимание вверх, восхождение, подниматься, всесожжение илий, верхней. То есть поднимание вверх. То есть илий был вознесен, живым взят, да? Всесожжение илий. То есть Господу всесожжение. Это как благоухание приятное, как мы сейчас разбирали. Что это его желание, хотение, удовольствие и воля. Что сделать? Сделать из невесты прекрасный, драгоценный, совершенный, превосходный товар. И здесь вот язык же торговли, да? И святилище, и торговли. Потому что мы читаем в Исаии 52.1.5 «Ни за что были вы проданы, и без серебра будете выкуплены». То есть ни за что. Ты как черный камень, который не пропускает свет. Это вот ни за что был проданный. То есть никому не нужный. Господь разглядел, поднял, отшлифовал, просветил. И все увидели славу Божью. И все прославили Господа. И все увидели, какой Он. Бог открывает еще свою прекрасную грань. Своей любви, своего характера, глубину. Открывает свою невесту, свою любовь. И так, где говорится про камни, где говорится про Новый Иерусалим, там говорится про невесту, про жену, про остаток, про рабов его. Это рабы его, которые станут совершенными. Они познают Господа. Исаия 60.15. «Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов». Это будет радость. Это будет великая радость. На все века. И Он говорит, я сделаю тебя величием. Он поднимет, Он возвеличит. Аминь. Иоанна 16.20.22. «Истина, истина говорю вам. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Итак, есть час, когда женщина терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но это малое время, как роды, малое время Господь лицо свое отвернет. Так интересно вспоминается на кресте. Иисус. Он взывал к Отцу и говорил, «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» То есть как будто на малое время Господь отвернул лицо свое. Такое было ощущение человека Иисуса Христа. Но Отец был в Иисусе. Он переживал эту смерть, искупление, эту любовь. Он переживал все эти чувства Сына, вот эту оставленность, вот это проклятие, которое пало вместо нас на Иисуса Христа, вот это отделение Иисуса от Бога вместо нас, чтобы мы были куплены для Бога и сделались Его навечно. Его народом, отражающим Его славу характера, Его славу, цитата Элина Уайт, облеченная во всеоружие Христовой праведности, церковь должна вступить в последний бой. Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Песня Песней 6.10. Она должна шествовать по всему миру от победы к победе. Итак, облеченная во всеоружие Христовой праведности, церковь должна вступить в последний бой. Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Она должна шествовать по всему миру от победы к победе. Самый мрачный час борьбы церкви с силами зла наступит накануне ее окончательного избавления. Но никто, полагающийся на Бога, не должен бояться, ибо когда гневное дыхание тиранов подобно буре против стены, Бог будет для своей церкви защитой от бури. Исайя 25.4. Только праведнику в тот день обещано избавление. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его, неприступные скалы. Хлеб будет дам ему, вода у него не иссякнет. Это же отражение характера Божьего. Это прекрасное светило. Конец цитаты. 1 Петра 2, 4, 6. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом, ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Деяние 14, 22. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Ефесянам 2, 20. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Иисус Христос – это драгоценный камень, на котором Он положит живые драгоценные камни. Он, Иисус Христос, проверенный, твердый, драгоценный, избранный камень, краеугольный, на котором все строится. Камень Карбункул Исход 28, 18 встречается, Исход 39, 11, Иезекииля 27, 16, Иезекииля 27, 16, Иезекииля 28, 13 нет в книге Откровения. То есть Карбункул нет в книге Откровения. Яхонт, Исход 28, 19 тоже нет в книге Откровения. Исход 28, 20 мы видим Хризалит, Исход 39, 13, Иезекииля 28, 13 и Хризалит есть в книге Откровения, 21, 20, Пятое Сардоникс, Шестое Стердолик, Седьмое Хризалит. Алмаз Исход 28, 18 Второй ряд Карбункул, Сапфир и Алмаз. Исход 39, 11, Еремея 17, 1 Читаем. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием, начертанно скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. То есть здесь говорится, что грех Иуды написан железным резцом. То есть это что-то твердое. Алмазным острием. То есть это показывает образ, что что-то очень твердое, сильное, да? И так алмаз, он такой твердый, сильный. Иезекииля 3, 6, 9 Не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя к ним, то они послушали бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделаю и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое, не бойся их, и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. Мы видим, что здесь алмаз, описан, что он крепче камня. И здесь образ, что чело сделает крепче, то есть он сделает, как алмаз из Иезекииля, как алмаз. То есть крепче камня сделал я чело твое, не бойся их, и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом. Господь обещает, что он запечатлит, и будет имя его на челах. Значит, он чела сделает, твердые, как алмаз, и будет выгравировано его имя, и имя Нового Иерусалима. Это как раз нам здесь вот и показывает еще раз и еще раз, что это образ характера, образ вот камня. Здесь говорится, что лоб сделает тверже, то есть делает чело его, как алмаз, крепче камня, чтобы говорить этому народу, у которых жестокое сердце и крепкие лбы, это те, которые говорят, я разбогател и ни в чем не имею нужды. Что ты мне можешь сказать? Я все знаю. Это послание ладыки. И Господь сделает вот этот остаток Божий, сделает их крепче камня, то есть сделает их, как алмаз, и они будут нести эту весть, весть вечного Евангелия, весть трех ангелов в книге Откровения, эту весть в силе и духе Ильи. Итак, вечное Евангелие облетит всю землю, и тогда придет конец. Так кто будет говорить вот этим жестокосердным, с крепкими лбами, которые не хотят слушать, потому что они не хотят слушать Бога, они не хотят слушать вестников, потому что они не хотят слушать Бога, они не хотят слушать вести от Бога. Но Господь сделает народ свой, рабов своих, супругу свою, крепче камня, как алмаз, который будет сиять и отражать славу Божию. Славу Божию отражать. И далее алмаз в языке Ильи 28.13, где описано опять про сатану. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Итак, и рубин, и топаз, и алмаз, и хризалит, и оникс, и яспис, сапфир, карбункул, изумруд, и золото все искусно усаженное у тебя в гнездышках. Если это была одежда, представьте, как он сиял, пока не нашлось в нем беззаконие, пока он не возгордился. И сейчас он искажает характер Божий, извращает. Он делает людей жестокосердными, с крепкими лбами, обманом и обольщениями, ложными учениями, напоил все народы в ином блудодеянии. Но Господь сказал, подписался, что Он соделает супругу свою, совершенной. Он сделает народ свой крепкими, как алмаз, и они будут отражать славу Его, как рубин, как топаз, как алмаз, как хризолит, как оникс, как яспис, как сапфир, как карбункул, как изумруд, как сердолик, как кристалл, как гиацинт, как хризопраз, как яхонт, как аметист, как берил, как сардоникс. Слава нашему Господу! Камень Оникс. Исход 28, 9, 12. И возьми два камня Оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых. Итак, два камня Оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых. Шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их. Видите, по порядку рождения их. Через решчика на камни, который вырезает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда и положи два камня сии на нарамнике Ефода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. То есть раменах – это руках. То есть как на плечах. И так Господь не только у груди носит, но еще на плечах носит. И Оникс, он настолько разноцветные узоры у него, он такой разноцветный камень, он похож как пути Господни неисповедимы. Бог дышит, где хочет. То есть это просто неповторимые узоры. И вспоминается, что Иаков дал одежду Иосифу разноцветную. То есть это как похоже на разноцветную, прекрасную, красивую одежду, которая отражает много-много узор одежды Иисуса, которые он видел, когда видел лестницу, когда видел этот сон, как ангелы сходили вниз и восходили наверх по лестнице. Он видел Иисуса в разноцветной одежде. И поэтому одел одежды на своего любимого сына Иосифа, такие яркие, красивые, с разными узорами. Поэтому Оникс – вот такой камень, который отражает такие вот узоры красивые. Их очень много. И цветов, и узоров. И Господь, что нам здесь говорит, что Сам Господь носит на плечах нас, народ свой. То есть здесь мы видим, это первосвященник Аарон на земле, а это образ того, что сейчас делает Иисус наш, Господь, первосвященник. Камень Агат, тоже очень яркий камень, встречается Исход 28-19, Исход 39-12. Аметист, Аметист, такой фиолетовый камень, Исход 28-19, Исход 39-12, Откровение 21-20. Вирил, встречается только в Откровении, Хризопраз, встречается только в Откровении, Сардоникс, тоже только в книге Откровения 21-20. Сардоникс еще есть в Иова 28-16. И Сардоникс это разновидность Оникса с прослойками красного сарда, иногда представляемая как параллельно полощатая разновидность Сердолика, отличающаяся огненным оранжево-красным, иногда почти красно-черным цветом. Вот такой Сардоникс. Все фото выложены, можно будет потом разглядывать. Халцедон в Откровении 21-19. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смаракт, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое верил, девятое топаз, десятое хризопраз, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. Вот это все основание стены города, украшенные всякими драгоценными камнями. Сердолик, Сардис, Откровение 4-3. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису и радуга вокруг престола видом подобное смарагду, то есть изумруду. Здесь описание Бога, тоже как описание камней драгоценных. Сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису и радуга вокруг престола видом подобное Смарагду. Красота. Когда понимаешь, какой камень яспис, это просто расписной, это неповторимые узоры. Яшма камень. И сардис, и радуга вокруг престола, видом подобное Смарагду. Что это такой ярко-зеленый камень, прозрачный, удивительный. И когда ты вот это понимаешь, как это все сияет, разными узорами, разными цветами, и это все говорит о его славе, его милости, о его завете, о его характере, о его любви. Гиацинт. Откровение 9, 17, 19. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов. Изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех язв, от огня дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Итак, брони огненные, гиацинтовые. То есть гиацинт, он такой красный камень. Видите? И когда... Ну, мы сейчас этот стих не будем разбирать. Нам главное ключевое слово. И что здесь означает оно? То есть имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. То есть это как образ огня, гиацинт. Видите, даже образ огня и... То есть брони огненные, гиацинтовые и серные. То есть это как образ огня и серы. Интересно нам Господь открывает через драгоценные камни свою мудрость, потому что это только мудрость Творца, только такая премудрость небесная может даже сотворить камни, через которые можно рассматривать характер Божий. образ. Удивительно. Рассматривая эти драгоценные камни, думаешь о Боге и восхищаешься им. Красотой Его, глубиной Его, премудростью Его. Это только Бог может. Такую мудрость заложить в Писании, в Слове Своем. Такую мудрость нам открыть. Все, что мы можем видеть на земле или на небе, ну, видимо, все говорит о Нем. Поэтому мы соединяемся с псалмопевцем. Небеса проповедуют славу Господню. И о делах рук Его вещает твердь. Мы можем соединиться, да, и также прославить Господа, что и небеса проповедуют славу Божию, и дела рук Его возвещает твердь. То есть вся вселенная, да, проповедует славу Божию. И даже камни, которые на земле проповедуют славу Божию. Аминь. Живые камни будут проповедовать славу Господню. И о делах рук Его вещать. Куда мы не посмотрим своими глазами, у нас как будто все оживает, все говорит о славе Божьей. Нам не хватит земной жизни изучить каждый камень, каждую травинку, каждый цветок, как это все проповедуют о славе Божьей. Поэтому мы будем еще в вечности все это изучать. Аминь. Но уже открыто, ясно, не как сквозь тусклое стекло, гадательно. И так мы можем сказать, что и камни проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещают. Аминь. по-русу, ка-минь,